Доброго времени суток зрителям моего канала и подписчикам. Компьютерные технологии быстро развиваются и быстро устаревают, поэтому у нас в компьютерах очень много остается техники, которые не востребованы. То есть на данный момент разговор я веду о том, что сидеромы, пишущие приводы и DVD записывающие устройства. Мы попробуем его разобрать и посмотреть, что можно излечь из этого привода полезного. И куда эти вещи можно будет применить. Итак, мы разбираем DVD Writer, модель SH-S223, я не знаю, что это модель, наверное LG, к сожалению, мне достался без крышки, серовата интерфейс. Какой-то старый компьютер был, я его подобрал на запчасти. Стандартные крепления. Откручиваем четыре самореза. Интерфейс реалата в пишущих приводах это фактически последней модификации, до этого был параллельный интерфейс. Сразу Мне даже повезло, у меня тут осколки дисков, диска какого-то старого. Так, дальше мало того, уже привод скрывали до меня, здесь были теплопроводящие прокладки, они в принципе достаточно неплохо проводят тепло. При этом охлаждают микросхемы, тепло передается на выштамповку, то есть фактически корпус является радиатором. Эти вещи иногда бывают полезны, но тем, кто занимается с электроникой, в основном только им. Также снимаем плату, плату на защелках, с шлифа можно просто выдернуть, они нам вряд ли потребуются. Так, плата, плата, здесь сервота интерфейс, стабилизатор как правило 3,3 вольта присутствует, стоит на 25 мГц квасовый резонатор, конденсатор твердотельный, может быть кому-то пригодятся микросхемы, драйвер без коллекторного двигателя, вот отложим ее в сторону. Так, для меня она бесполезная, но когда-то в общем-то можно было что-нибудь из нее извлечь, раньше по крайней мере сейчас актуальность уже не имеет. дальше привод здесь есть защелки по бокам, чтобы снять лицевую панель. Так, лицевая панель, она и бесполезная, это мы будем на выброс. Дальше мы переворачиваем привод и открываем его. Здесь находится магнит, он нам тоже особо не нужен, потому что слабый корпус, пользы от него как таковой нет, но если под какое-либо устройство, какую-то самоделку еще может быть, но я лично не вижу пользы от этого корпуса. привод мне достался еще раз повторюсь, разбумленный, но тем не менее, некоторые вещи я из него извлеку и расскажу вам, что я планирую с ними делать. так дальше, чтобы это все извлечь, надо, к сожалению, вот здесь есть полкатель, в штатных приводах, прошу обратить внимание, более древние приводы имели гнезда для подключения наушников, и кнопку для перемотки песен, то есть они фактически воспроизводили аудиодиски, но на данном деле модификации нет, если у вас выход под наушники есть, соответственно кнопка перемотки сзади имелся при интерфейсе аудиовыход стерео, там на плате, вот на аналогичной плате находилась микросхема, как правило, она небольшого размера, потокола многоножечная, это двухканальный стереоусилитель достаточной качественной так что если вам попадается привод с аудиовыходом то имейте ввиду что можно небольшой усилитель на наушнике сделать качество будет вполне приемлемым так скажем получается микросхему на халяву пытаемся извлечь нажимаем при этом у нас срабатывает механизм здесь здесь у нас есть защелки сейчас посмотрим где одна защелка вторая извлекли находится реечный механизм рейка возможно в какой-то робототехнике в кружках в самоделках пригодится то есть можно извлечь отрезать и она соответственно будет благодаря этой шестерне перемещаться по какому-то устройству так переходим дальше здесь у нас фактически остался корпус и система работает диском откручиваем саморезы крепится как правило на двух саморезах а остальные оставшихся саморезы как таковы вообще отсутствуют и система подвешена на вот таких вот резинках они очень мягкие можно применять в подвесах допустим для подвеса экшн-камеры или фотоаппарата какой-то сделать подвес можно можно подвесить допустим жесткий диск на эти резинки то есть вибрация будет значительно гаситься ну и вообще в самоделках там где надо погасить вибрацию снимаем шлейфик варварским конечно способом шлейфик снимаем они нам необходимы вообще абсолютно нет вот этот механизм очень любят китайцы и применяют его при производстве 3d принтеров бюджетных то есть ставится это все дело вот так вот вертикально вот эта ось благодаря шаговым двигателям она перемещается вправо влево и там стоит как правило если быть более точным лазер стоит лазер стоит получается гравер поле конечно рабочий небольшой но это очень бюджетно и направляющие уже есть вот мотор есть шаговый фактически немножко небольшая модернизация и уже готовый узел здесь также присутствуют у нас резинки очень мягкие вот они по жесткости отличаются немножко вот эти помягче серые направляющие выполнены 3 миллиметра диаметром можно использовать как лав электромотора они очень ровные и покрыты что-то типа никеля в принципе гнут конечно гнут дальше бесколлекторный мотор мощный магнит даже удерживает вес практически приводы электрон мотор сейчас я крышку снять с него не могу попробуем его открутить дисколлекторный мотор когда-то лет 10 назад так скажем при отсутствии других более адекватных моторчиков применялся в моделизме в авиамоделизме и люди перематывали эти моторы и переклеивали магниты в связи с этим мощность мотора значительно увеличивалась применяли на моделях самолетов вот такой у нас мотор здесь в верхней части у него отсек с шариками самоцентровка происходит при раскручивании здесь уже видно обмотка внешние обоймы на магнитах иногда бывает достаточно хорошо вытащить легко но на данный момент очень сильно запрессовано слышно как шарики перекатываются они при большой скорости встают на место и фактически уменьшают вибрации вот моторчик висколлекторный на подшипниках скольжения то есть не шарикоподшипники ресурс достаточно большой можно использовать в каких-то самоделках где используется небольшая мощность висколлекторного мотора например можно в принципе вентиляторы конечно поставить перейдем дальше вот одно из самых вкусных у нас вот это вот небольшой мощности шаговый двигатель плюс у него уже винт присутствует достаточно четкое позиционирование люфта нет можно в самоделках чпу применять допустим в работостроении какое-то управление допустим сейчас очень популярны 3d принтеры различные граверы вот можно использовать на одной из осей допустим поднимать опускать лазер изменять фокусировку или допустим поднимать опускать то же самое ручку на плотере или пирог какое-то режущие так дальше здесь у нас система в сборе лазер вот там находится призма и вот это вот у нас линза лиза по сути бесполезно вот поэтому мы смело ее пытаемся чем-нибудь подковырнуть надо взять отвертку мощнее вот кто лазером будет планировать что-то выжигатель какой-то делать мощность у них порядка 200 милливатт может быть в принципе можно гравер какой-то замутить будет гравер неплохой вот здесь вот два очень мощных магнита они небольшой размер имеют вот мне эти магнитики очень нравятся я их по возможности всегда снимаю но приклеены они очень сильно приходится деформировать корпус вот один магнит я снял вот мощность магнита очень сильные смотрите то есть они неодимовые магниты вот они бывают половину размер меньше можно что-то подвешивать на эти магнитики например использовать с герконами обычно я на работе фиксирую на стене документацию вот один магнит и здесь вот второй магнит отклоняющей системы вырываю вандалинским таким образом поскольку необходимости в ней у меня не возникает вот изжимаю второй магнит все два магнита пара вот еще хороший вариант я опять же использую я фиксирую сверла у меня мелкие сверла для сверления печатных плат чтобы сверла не разбегались я их просто на магнит все вместе цепляю лазер лазер вот в этой части вот в этой части вот он лазер находится я вам покажу регулировки вот здесь два резистора тут даже два лазера поскольку это лазера пишешь и при с лазерами будьте аккуратнее вот система призм раз два призма лиза вот сам лазер вот здесь находится здесь схема стабилизации тока и динамическая вот кстати еще один лазер вот один за чтение отвечает другой отвечает за запись насколько я понимаю если что меня поправят знающие люди вот один имеет мощность значительную другой уже значительно слабее вот вот опять же крепеж очень много вот здесь тоже винты на два с половиной много нестандартных винтов много различных таких вот винтов которые как бы являются даже саморезами так скажем вот еще момент такой механика тут даже не механик мы вот эту часть упустили вот она мне будет нужна для чего нам будет нужна механика поднимается опускается тут все это дело интересно работает сейчас я не покажу к сожалению у меня кусочки диска застряли вот этот механизм фактически получается электродвигатель примерно на 3 вольта редуктор вот первая ступень у него временная передача и вторая ступень у него передача уже с помощью шестерни зубчатые шестерни вот я сейчас делаю вращающийся столик для фотографий вот мне необходима очень медленная скорость вращения и я соответственно наверное буду использовать вот этот механизм мне он сейчас очень пригодится а вот кстати я поднимаю этот рычаг поднимаю опускаю у меня головка и соответственно диски встают в рабочее место когда мы вставляем диск поднимается опускается вот так вот интересный механизм вот его возможно можно будет где-то применить механики опять же кто занимается обычно на кружки ходят дети вот такие нелинейные движения так скажем получаются кривленины ну а я соответственно демонтирую вот этот узел и попробую поворотный стол его поставить для фотографий то есть мне необходимо сделать допустим обзоры я поставил какую-то вещь на поворотный столик включил кнопочку у меня столик медленно вращается я делаю обзор со двух сторон то есть наглядно красиво все видно и работает опять же светодиод здесь находится с двумя контактами то есть он либо зеленый горит либо нет бывает модификации в одном корпусе два светодиода точнее два кристалла он бывает несколько кнопок больше меньше напряжение двигателя опять же еще раз повторяю 3,3 вольта примерно здесь он должен как-то изыматься вот обычно он на мелких витках здесь он просто взял и выпал это не очень хорошо видимо сейчас уже экономия пошла вот кстати еще механизм такой здесь вот концевики вот они по схеме open close то есть это конечные точки определяет закрылся лоток или нету сидел пишущего привода или просто сидером вот эти концевики можно использовать в каких-то механизмах где требуется контроль перемещения вот они контактные слаботочные но работают если пыли не попадает очень качественно и долго вот этот блок я наверное буду выпиливать целиком потому что если сейчас я сниму все эти шестерни и штуки со штатного места то соответственно мне придется изготавливать под это дело корпус редуктора чего я не очень хочу в моей самоделки внешний вид все будет спрятан внутри поэтому внешний вид не так важен вот на этом все вот у нас получилось корпус он бесполезен вот платок для привода здесь зубчатая рейка присутствует она возможна в чем-то пригодится бесколлекторный мотор на втулке вот здесь находится магнитик плата управления стабилизаторы 3 3 вольта твердотельные конденсаторы драйвер трехфазного без коллекторного мотора но сам контроллер пользы от него никакой нету в качестве радиодеталями вряд ли что можно извлечь светодиод кнопочка концевики электродвигатель четыре замечательных просто обалденные штуки подвесы они очень мягкие вот буквально прижим 5 грамм они вот уже начинают играть вот у этого уже требуется наверное грамм 10 то есть можно подвесы использовать передняя панель толкатель на любителя может быть толкатель декоративно кому что-то понравится но мне пользу никакой не принесет корпус внутренности то есть опять же такой вот механизм преобразующий продольные такое движение в поперечный вверх-вниз возможно в чем-то кого-то заинтересует сам главный может сказать механизм это перемещение каретки очень любит китайцы это делать в небольших граверах лазерных готовый комплект готовый узел вот корпус направляющие шаговый двигатель вот ну и сам соответственно сюда ставят лазерный модуль небольшой мощности здесь соответственно два лазера можно в принципе даже на базе этого привода сделать два лазера один и второй по документации можно будет разобраться какой из них является пишущим какая у него мощность здесь еще раз повторяю есть органы регулировки по яркости да вот они то есть ток лазеров ограничивается можно использовать самоделку в своих целях на этом все спасибо за просмотр всего хорошего до свидания